всем часовым энтузиастам большой привет на связи виталий сергеенко сегодня у нас очередное видео о часах и мы поговорим на очень интересную тему наша тема будет касаться мануфактуры вашером константин которая у нас одна была долго не представлена среди самых таких уважаемых мануфактур которые входят там в святую троицу вот сегодня мы затронем тему ваша рона и поговорим о 5 интересных фактах об этих часах 5 6 и что там какие есть подводные камни какие вещи вам не расскажут в бутике вашером константин и какие есть интересные моменты сразу попрошу вас поставить мне лайк или палец вверх за это видео потому что я тут опять намучился с микрофоном мой микрофон по ему сдох мне пришлось в спешке искать вот этот шарик надеюсь что на него будет хороший звук и вам будет приятно меня слушать то касается нашей сегодняшней темой друзья мои но давайте сразу к делу чтобы это видео не затягивать мы начнем немножко с базовых вещей и первая интересная идея будет о том что давайте с вами все таки правильно начать с начнем с этого видео произносить название этой одной из самых старейших мануфактур а в принципе и самая старый которая непрерывно работает и мануфактуру эту называют не вашером константин как мы с вами привыкли а суки более правильно на французский манер вашером константам примерно так и меня пару раз спрашивали почему вы называете у лиц нардан они улиц нордин как это раньше все привыкли но правильно у лиц нардан а там где ваш рон константин вы говорите ваш рон константин а не ваш рон константан и давайте исправим это недоразумение и все-таки более правильно будем с вами говорить начиная с этого видео ваш рон константан хоть это и немножко нам наверное непривычно и так ваш рон константан все-таки это святая троица или посредственные часы как вот есть ряд прослойка любители часов они думают что ваш рон это не до патек филипп то есть патек филипп вот он до ваш рон это что-то вот такое странное которое не дотягивает постоянно но при этом ломит цены схожие с адемаром и патек филипп вот здесь я вам скажу свое мнение и покажу на нескольких примерах то о чем мы с вами говорим но но прежде чтобы все-таки вкатиться и более оперировать нам данными давайте как всегда начнем с чего правильно с финансовых показателей и с места ваш рона в принципе в пирамиде часовых брендов швейцарии я вам уже показывал эту табличку 20 диаграмму 22 года здесь у нас статистика топ 20 часовых брендов швейцарии по выручке именно это у нас главная но основа главная линия и мы находим ваш рона где ровно в середине этого этой таблички скажем так на десятом месте с выручкой чуть менее одного миллиарда швейцарских франков ну пускай там 900 слева у нас брайтлинг на девятом месте справа на одиннадцатом тесо то есть немножко дает такое странное соседство но уж какое есть основные конкуренты коими считается исторически паток филиппа адемар пиге мы видим располагаются значительно выше адемар у нас на четвертом месте с выручкой в 2 ерда франков и чуть не меньше двух миллиардов у нас упадок филипп вот мы здесь его наблюдаем это первый момент который вы должны держать в голове дальше посмотрим динамику с семнадцатого года если мы видим что ваш рон здесь у нас на десятом месте то на машине времени возвращаемся в семнадцатый год здесь они были на двенадцатом восемнадцатом тоже двенадцатое место 19 год скатились на 14 по рейтингу по продажам да потом у нас идет опять 14 место и вот с 21 года с пандемии пошел обратный рост то есть начали видимо делать правильные шаги пошел какой-то спрос на на их модели и они начали возвращаться вот даже выше да уже там сначала 11 место и сейчас в десятке вот посмотрим по итогам двадцать третьего года удастся ли им во первых удержать десятую позицию и смогут ли они шагнуть на девятую допустим хотя не думаю что они смогут перегнать здесь iwc допустим но вряд ли и кстати если мы уже об этом заговорили то ваш рон константана у нас входит корпорацию richmond group корпорацию роскоши да куда входит допустим и здесь представленных брендов вот наверху карте и а и wc соответственно как мы видим здесь по факту что у нас вот она святая троица ричмонда карте и wc и ваш урон это те кто несут основной бизнес часовой у ричмонда тоже интересный момент который стоит понимать дальше вот такая табличка которая более древняя по моему на то ли двадцатого года то ли около того но а здесь интересует несколько моментов потому что они не так сильно изменились находим ваш урон и смотрим количество предметов то есть коллеги часов которые выпустила компания за год то есть и мы видим что здесь это 23 тысячи пятьсот франков о извините 23 тысячи пятьсот единиц на 23 тысячи пятьсот единиц и средние часа не цена часов как раз у нас вот порядка двадцати одной тысячи франков вот интересная статистика тоже на ну вот на сон грядущий поразмышляйте над этим потому что допустим у конкурентов да если мы посмотрим тот же паток филипп количество часов некие слои выпускается больше пятидесяти трех тысяч уже и средняя цена тоже значительно выше на пятьдесят процентов примерно у адемара сорок тысяч тоже в два раза больше извините чем у ваша рона и цена тоже близкая к паток филипп около тридцати пяти тысяч вот такая занятная статистика это интересный факт номер два назовем это так дальше мы с вами с вами двинемся по очень-очень интересному моменту как вы знаете я вот люблю эту всю механику механические моменты и здесь давайте скажем или давайте чуть позже об этом я скажу еще здесь в рамках пока ли лирического такого вступления продолжения я скажу еще один третий интересный факт что с одной стороны я считаю что ваш урон самый разнообразный самый интересный персонаж в принципе из святой троицы потому что у адамара это все ушло в гайки сплошные упадок филипп колотравы наутилус и понятно но все равно они плюс-минус где-то похоже какой-то супер экстравагантных вещей нет а вот ваш урон допустим он и классические там оверсизы делает но при этом у них есть не винтажные вещи вот с прыгающим часом и с такой но боковой что ли стрелочкой можно назвать и какие-то скелетонизированные вечные календари допустим и тут же хронографы на лимане 2310 и тут же вот все которые мне вообще достаточно импонируют двойной ретроградный указатель часы и минуты ну классический вечник и так далее ну то есть много очень разнообразие у них очень много действительно каких-то решений ретроградных скелетонизированных много-много всего поэтому я считаю что они самые разнообразные и у которой вот напрягают фантазию что-то периодически делают но еще из интересных фактов давайте скажем это уже там факт номер четыре он для размышления для нас с вами вот мне нужна тоже здесь ваша обратная связь это вещь которую я слышал от нескольких всего брон блогеров как в россии от одного так и зарубежных несколько что есть проблемы со спросом на ближнем востоке у ваша рона которые связаны конечно же с чем с их логотипом а потому что у них мальтийский крест логотип то есть ну как бы в оригинале скажем так как католический орден который нес христианство католицизм на территорию там к язычникам и ко всем неверным и нес и его конечно же на острие своего меча и огнем и мечом и вот это понимание вот это культурный момент религиозный момент он останавливает многих состоятельных людей на ближнем востоке от того чтобы брать себе в коллекцию числе ваша рон константан чисто потому что у них есть вот это пересечение скажем так с и логотипа и вот такая историческая тема вот что вы скажете на эту тему давайте скажем что то факт номер четыре но это такой факт для дискуссии вот давайте это обсудим в комментариях как вы думаете может быть вы тоже где-то читали смотрели насколько это правдоподобная история давайте перейдем к факту номер там 45 смотря как считать и это более такая техническая история технический момент который мне очень интересен это то что а насколько вообще ваш рон константан является мануфактуры которая делает свои механизмы и сколько вообще механизмов у ваша рона и здесь есть интересный момент который вот я давно-давно за этим наблюдаю их не понял одну очень интересную вещь до недавнего относительно времени примерно до 2001 года у ваша рона в принципе вообще не было можно сказать своих мануфактурных механизмов если мы все их легендарные часы посмотрим или какие-то там узнаваемые допустим в ашерон у-ту-ту-ту до 3 2 3 двойки смотрим информацию калибр 1121 который базируется на известном калибре желе культер 920 желе культер который входит в ричман групп и уже очень давно является поставщиком механизмов и различных комплектующих для разных мануфактур прежде всего для тех кто ход входит в ричман групп уже давно и успешно снабжает ваш урон и если вы посмотрите практически все их часы которые мы сегодня вот я вам показывал игр или какие-то которые вам нравятся из вот прежних моделей вы везде увидите желе культеры в основном это механизм 920 и вечный календарь и все-все-все-все то есть механизмов нет и если чуть глубже копнуть почему я так уверенно об этом говорю потому что в принципе достаточно ярко об этом заявлялась и говорилось в 2001 году когда вышли но вот эти часы там еще ряд моделей трехстрелочник в розовом золоте и вот такой у него риф и говорилось о том что здесь у нас мануфактурный механизм на ручке 14 00 с запасом хода 40 часов и типа это там прям достижение скажем так для компании вот есть мануфактурный механизм который мы там представили выглядит он достаточно просто хотя ничего здесь сверх фантастического нет женевское клеймо здесь присутствует согласен с вами обычный там барабан не сильно как-то вау обработано на 40 часов и в целом ну фаски какие-то грани все это есть но какого-то прям вау эффекта от этого нет но это тот механизм который вот заявляется что это вот новое начало 2001 год классный механизм якобы и вот он действительно наш до этого вы все везде встретите жили культер или какие-то еще там может быть вариации там у специфических моделей подумайте об этом на своем грядущем то есть мануфактура которая там 250 лет а у них мануфактурный механизм свой появился только 2001 году 22 года назад это тоже такая история для того чтобы подумать следующий интересный факт который тоже продолжает нашу с вами эту тему это сейчас базовые базовые часы стальные от ваша рона 56 они называются 56 которые стоят где-то от 15 до 17 тысяч долларов но я вот вам показываю самые попсовые наверное с синим циферблатом обычный трехстрелочник сталь на вот таком симпатичном механизме с золотым скелетонизированным ротором классные часы кто-то скажет ваша рон 17 тысяч вот вот в этот люкс и так далее и так далее но я помню что на мысли об этих часах и о том что не все так просто и легко меня натолкнул человек его зовут антон я участвовал какое-то время назад был участником активным часового клуба онлайн в клабхаусе которая организовывал виталий или там из германии и вот там я уже рассказывал эту историю я просто кратко повторюсь и что там человек как сказал что вот хотел купить себе ваш рон 56 но когда понял что там базовые калибры арт карте 1904 он почувствовал что его дурят потому что за цену ваш рону там допустим 17000 он может купить два карте на тех же механизмах один себе второй жене и ходить кайфовать и он готов если бы я хотел механизм карте и карте я пошел и купил карте потому что это тоже узнаваемый интересный бренд и зачем мне брать в эширон на базовом механизме другой компании это имеет место быть я действительно полазил посмотрел вот такой красивый механизм он мне сразу что-то напомнил то что я видел где-то в другом месте и здесь даже написано вот базируется на калибре 1904 карте пожалуйста все здесь стандартные моменты и представлен он в восемнадцатом году и производится для ричмонда мануфактурой вел флория который мы тоже как-то уже упоминали это такие часоделы настоящие для всей банды ричмонда то есть они для них делают мануфактурные механизмы но в чем проблема вот этих часов пятьдесят шестых я думаю что мы кстати об этом с вами поговорим в следующем видео потом потому что я планирую две части о в эшироне первое вот сегодня мы с вами общаемся и вторая будет конкретно альтернативы что купить у в эширона вначале там топ 5 интересных моделей по цене весе пятьдесят шестых вот этих стальных часов там за 15-17 тысяч до что можно купить вместо них на настоящем допустим или ком-то интересном механизме вот такое есть в планах а здесь у нас действительно калибр от карте вот такой достаточно простенький говорят что он надежный но ничего здесь сверхъестественного обычные 4 герцовые с очень умеренным запасом хода никакой супер фантастики здесь вообще в принципе нет а еще меньше фантастики становится когда ты начинаешь смотреть что на самом деле этот механизм он является базой вообще для целой россыпи часов под ричмондом то есть у нас здесь и боммерси балматик у нас здесь и и wc и у нас калибр 32 110 и у нас здесь вам 900 и которые многие любят механизм которых на самом деле по сути является базовым механизмом карте а изначально обкатывался он на вот балматике и с иными словами что у нас получается если вот эту всю гармошку как бы растянуть у нас получается что ты покупаешь в ашерон за 17 к на механизме схожим который стоит в боммерсе за 3000 долларов и вот когда я такое вижу мне кажется это немножко не очень понятно что там база там доработанные там сделали определенные доработку там какие-то свои нюансы но в целом вот знание этого что в твоих часах высокого класса стоит механизм который в принципе стоит и в часах премиального уровня он немножечко как бы смущает но эту тему этот интересный факт до номер пять мы с вами более подробно разберем в следующем видео и поговорим что купить вместо вот этих часов если вам это интересно еще раз ставьте лайки пишите комментарии если вот эту тему более активно как-то развить насколько стоит там глубоко копать и вот меня сейчас послушайте скажите виталий ну что-то ты топишь в ашерон наверное ты их совсем не любишь или вот исходя из того что мы сказали выше наверное ваша рон это дорого и как-то непонятно и уступает адемару и атаку я скажу что во многом это так и когда как-то он всегда вот номер три у многих из этой святой троицы но скажу честно что во первых они самые разнообразные то есть все таки особенно раньше не винтажные вещи все таки они делали намного более интересные я думаю что вот пошла такая вещь ну где-то вот с ричмонда все таки в основном до этого у них но более разнообразные не были или их ранние какие-то вещи там восьмидесятые вот но чтобы добавить к этому всему все таки большую ложку меда я скажу что у ваша рона есть подразделение которое называется ле кабина те и это ателье которое делает действительно тонкие уникальные интересные вещи которые на самом деле на самом деле являются произведением искусства и вот там привлекаются лучшие независимые часовщики выделяются большие суммы делаются уникальные механизмы иногда в единственном числе используется уже перегородчатая эмаль какая-то техника декорирование интересное ремесленное и вот там мы с вами получаем уже какие-то ништяки какие-то двухосни турбионные какие-то невероятные скелетоны какие-то с драконами супер эмаль которая мне кстати же кедро напоминает и вот какие-то такие ништяковые вещи вот вот эти удивительные часы тончайшее просто произведение искусства что очень-очень радует да но с одной стороны у нас есть винтажные часы на базовых жили культер сейчас есть на механизмах от вэлл флурье на базовых часы виси 56 которые там особо ничего как бы супер особенного за 17000 уж точно не себя не представляет вот но а с другой стороны у нас есть великабина те где они делают такие удивительные вещи вот как с этим жить да вот как с этим хоть отдельный бренд какой-то выделяет да кстати мы с женой в сентябре были в Азии и вот одна из стран где мы были это Камбоджа и вот там мы были в древнем городе в городе Анкурвате я думаю что некоторые из вас знают что это такое и вот недавно у Широна вышли часы тоже вот с такой техникой с гравюрами с такими наверное да это можно назвать и здесь в золоте гравировка просто удивительная как раз врата в одни из врат в Анкурвате да вот в этом древнем городе тире храме затерянного где-то в Азии в Камбоджа вот это наверное основное то что я хотел сказать но еще есть один факт давайте я вам скажу он тоже правда отрицательный я его хотел раньше сказать ну да ладно скажу здесь он касается часов в Широна в чем в плане технического обслуживания и некоторых моментов у меня есть друг он был до этого в свое время официальным представителем дилером в Аширона в одном из городов я не буду говорить где и что но в том что он говорит что достаточно много в Аширонов он продал и по гарантии достаточно много человек приходили обратно потому что все время возникали какие-то нюансы с механизмами особенно чем механизм был тоньше чем было больше усложнений наворотов всяких модулей тем чаще что-то выходило из строя и при этом он говорит что если мы продавали допустим рядом Ланге или там Адемар Патек Филипп ничего подобного сравнимого в качестве обращения обратно ничего не было у Аширона было достаточно много обращений это казалось именно автоподзавода насколько я понимаю колеса там достаточно хрупкие заводной головки и каких-то вот этих вообще показателей индикаторов там были моменты и он использовал такое слово которое наверное максимально отражает здесь историю что часы от Аширона очень нежные то есть вот механизмы и все вот эти моменты то есть все красиво и все здорово но скорее всего именно на повседневку они вряд ли подойдут то есть что-то может быть для выходного дня и желательно не такое тонкое ни с таким количеством усложнений потому что действительно очень нежные часы чуть-чуть где-то перетяну чуть-чуть где-то не так аккуратно все там что-то ломается что-то вылетает поэтому вот этот момент тоже такой дискуссионный если у вас есть подтверждение этого или другое мнение поделитесь пожалуйста в комментариях но я лишь транслирую мнение человека который профессионально продавал часы в том числе был дилером Аширон Константин Константан в России в одном из городов поэтому вот тоже на самом грядущее об этом подумайте ну что давайте подводить итоги этого видео и краткие выводы и будем завершать итак основные выводы самый неоднозначный святой троицы об этом я сказал выше то есть с одной стороны очень интересные такие тонкие вещи скелетоны вечные календари какие-то удивительные и так далее а с другой стороны все на базовых калибров джи-жели культер и как-то всегда они номер 3 хотя я считаю что они более интересные чем Адемар как по мне более разнообразно механизмы раньше и вот недавнего времени это джи-жели культер 920 в основном а сейчас это Велфлурье который вы можете найти и в Кортье и в IWC и даже в Ом и Мерсье как начальный уровень в Ричмонде вот подумайте надо ли это вам и за какие деньги первый мануфактурный механизм друзья мои появился только в 2001 году мы говорим про мануфактурный механизм ручных часов который реально появился в Аширона вот это было всего 22 года назад мы не говорим про какие-то карманные часы антикварные мы говорим про наручные часы и этот момент меня немножечко как-то если честно смущает то есть вопросов больше чем ответов какая цена и какая ценность этих часов только вот по большому счету с 2020-2021 года пандемийных вот на многие модели в Аширона начали цены подрастать особенно на оверсиз как-то он стал больше спросом пользоваться до этого в Аширон вообще очень сильно терял в цене и я думаю что вторичный рынок не обмануть и в том числе вот сегодня было несколько ответов почему так происходило и периодически происходит и поэтому поэтому я считаю что такие часы как VC 56 они не стоят своих денег запрашиваемых за ритейл и за эти деньги можно купить совершенно другого уровня и интереса коллекционного в том числе часы и мы об этом поговорим с вами в следующем видео которое постараюсь записать и выложить к воскресенью на этом канале поэтому подписывайтесь на этот канал если еще не подписаны чтоб то видео продолжение не потерять но открывайте для себя новые часы сегодня может быть немножечко я проехался так катком по в Аширону хотя я уважаю этот бренд уважаю их часы но когда у меня вот был и периодически сейчас возникает вариант а что мне купить в Аширон или допустим бриге ну я все практически всегда как бы и выбирал и буду выбирать скорее всего бриге то есть для меня это более интересная все-таки необычная история и цена-качество там я получаю больше часов в бриге хотя ну по мне это вот я думаю что это один уровень хотя я конечно бриге ставлю для себя в моей иерархии повыше ну вот такое сегодня видео получилось надеюсь было интересно и полезно еще раз жду ваших хороших комментариев интересных давайте подискутируем здесь есть о чем подискутировать все мои контакты и полезные ссылочки есть в описании под этим видео пишите письма пишите ватсап и телеграмы потому что я пока за границей нахожусь и здесь там звонки не проходят если там на рабочий телефон пишите ватсапы и я с удовольствием потом вам что-то отвечу подскажу если напоминаю у кого-то есть интерес и вы хотите какие-то часы найти, заказать или что-то спросить я всегда на связи и вы вот можете там перейти на наш сайт ссылочка есть в описании и там задать вопрос написать мне на почту вот она почта да вот там телефон можете написать и мы с вами пообщаемся я что-то вам смогу подсказать может быть что-то достанем из Европы из штатов или что-то можно здесь найти проверить и безопасно купить на вторичном рынке поэтому обращайтесь мы всегда с вами на связи на этом все до встречи в следующем видео продолжим чехвостить ваш Рон Константан и ну надеюсь истина где-то рядом и мы обязательно придем к какому-то интересному с вами выводу вместе все на этом всем хорошего вечера всем на связи и помните что много разных хороших и не очень часов но это не так важно важно лишь то время которое эти часы нам показывают поэтому берегите время и тратьте его только на интересные вещи всем успехов всем пока вау все 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 все